Жена ушла от рака, умер, сын руки на себя наложил. Леонида Дьячкова очередание с частей. Дьячков окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. В дальнейшем выпускнику повезло и с местом работы – Театр Ленцовета, где в то время блистал режиссер Игорь Владимиров и его муза Алиса Фрейндлих. Талантливому артисту сразу доверили главные роли в пьесах Зорина и Арбузова о спектаклях о сегодняшнем дне. Как правило, его герои имели сложные запутанные судьбы. После фильма «Принимай бой» Дьячков был на расхват и с удовольствием брался за разноплановые роли. В «Крыльях» Ларисы Шепетько он играл летчика, а в картине «Ты и я» – нейрохирурга у Элема Климова незадачливого жениха. В 70-е он был популярен и востребован, снимался в фильмах «Гори-горимая звезда», премия «Вкус хлеба». Артист с бурей внутри, на сцене он словно провоцировал зрителя, выводил на диалог. Особенно это прослеживалось в пьесе «Человек со стороны», где Дьячков сыграл Алексея Чешкова, этакого героя своего времени. Но с годами становилось все более очевидно, что Леонид Николаевич тяготеет к классике, сложным, мрачным персонажам, которых в театре Ленсовета ему почти не давали. Кроме того, актер заинтересовался режиссурой и сам поставил спектакль «Преступление и наказание». Режиссерские проекты Дьячкова в Ленсовете рубили на корню, ролей у него становилось все меньше, обстановка накалялась. Уверенный в том, что театр погибает, Леонид Николаевич убивал пороги управления культуры, требуя разобраться в ситуации и назначить его худруком. В результате артиста признали профнепригодным и уволили с волчьим билетом. Загадочный, обаятельный интеллектуал. Неудивительно, что женщин как магнитом тянуло к актеру. Вот только в любви ему катастрофически не везло. Первой избранницей Дьячкова стала актриса Елена Маркина, с которой он учился. На последнем курсе вуза студенты поженились, а в середине 60-х Елена перешла вслед за мужем в театр Ленсовета. У супругов появились сыновья Филиппа и Степан. Казалось, что еще нужно для счастья, но постепенно отношения между Еленой и Леонидом ухудшились, и в 80-м они развелись. Беда не приходит одна, и вот уже некогда успешный артист оказался на обочине жизни, буквально выдавленный из профессии родного театра. А не успел он порадоваться успехом старшего наследника, окончившего актерский вуз, как тот погиб в автокатастрофе. После развода Леонид Николаевич нашел утешение в объятиях актрисы Инны Варшавской, но и тут его ожидала трагедия. После нескольких лет совместной жизни возлюбленная скончалась от рака. Возмущенный жестокостью судьбы, артист ушел в себя, писал картины, создавал пьесы, которые никто никогда не поставит. Артист рассказывали, как он репетировал, как это было интересно. Я приехал, а он прямо на сцене встал на колени и начал молиться Богу, кричал какие-то слова Ельцину. Понятно было, что-то с ним случилось. Вспоминала Томашевская. Потом в больнице сказали, что он перенес инсульт на ногах, какая-то гематома давит на сосуды. Он неделями не спал ночами и только говорил. Высказывался обидно Владимирова на то, что творилось в театре. Остановить это было невозможно, он не ел, не пил, только говорил. Сперва Дичков угодил в психиатрическую клинику, а затем последовал год лечения в Мариинской больнице. Выяснилось, что причина страдания актера кроется в опухоли мозга. Однажды на концерте в Октябрьском его ударило за кулисами балкой по голове. Впоследствии травмы оказались более чем серьезными, хотя артист и не подозревал об этом. Больше с супругом не довелось поговорить. 25 октября 1995 года Леонид Николаевич наложил на себя руки, чем в дребезги разбил возлюбленное сердце. Но и спустя годы в память о муже Татьяна пересматривала фильмы с его участием, последним из которых стал Черный Аист. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...